Теплая погода, каникулярное время – все способствует тому, чтобы сесть на велосипед. Однако, если взрослые понимают, что велосипед – это дорогая вещь, и следить за его сохранностью нужно не менее внимательно, чем за автомобилем, то ребенок не всегда осознает ответственность ни за сохранность транспортного средства, ни за желание взять и покататься без спроса владельца. Неоднократно отделением МВД России по городу Губкинскому возбуждались уголовные дела по факту крашу велосипедов и других вещей, которыми пользуются маленькие жители нашего города. В части предотвращения совершения подобных преступлений советовала бы приобрести какие-либо специальные удерживающие устройства, продаются в магазинах замки. Также стоит заметить для себя какой-то опознавательный знак, принадлежащего вам имущества, какую-то наклейку или что бы то ни было. Полицейские напоминают, что кража велосипедов – это преступление предусмотрено 158-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Степень ответственности за это правонарушение зависит от нанесенного ущерба. Привлечь к ответу за содеянное можно с 16-летнего возраста. Если нарушитель не достиг 16 лет, материалы дела передаются на комиссию по делам несовершеннолетних и ребенка ставят на профилактический учет. В прошлом году у нас были общественно опасные деяния, которые мы рассматривали на заседаниях комиссии и детей. Я говорю, именно детей до 16 лет мы ставили на учет профилактический в СИЗе с кражами велосипедов. Потому что дети считают, я не знаю, что уже в первом, втором, третьем классе уже можно понимать, что это чужое, брать нельзя. Но, тем не менее, такие факты имели место, когда дети решают, что хочется покататься на велосипеде, приходят в чужой подъезд, берут велосипед без спроса, не понимая, что это кража фактически, и катаются на велосипеде. Для велосипедиста потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное, и дело не обязательно в его цене. Но владельцам нужно осознавать, что порой они сами провоцируют кражу своего имущества, оставляют велосипеды без присмотра, не пристегивают велозамками. Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. В основном велосипеды похищают из подъездов домов, а также оставленных без присмотра у магазинов и других общественных мест. Если вы пострадали от действий таких злоумышленников, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Анна Захарченко, Илья Квасов, Денис Вильков. Новости Губкинского.